А ты считаешь, что норм толпой на одного? Вообще не считаю я это нормой. Но я считаю неправильно в одном случае называть их россиянами, а в другом случае называть их дагестанцами. Это неправильно, мне кажется. Если они там россияне, пусть они и здесь будут россиянами, а если они здесь дагестанцы, то пусть они и там будут дагестанцами. Было бы справедливо. Мэг, ты, наверное, видел кучу видео, где Кадыров старше в 90-е, можно сказать, обличает сегодняшнего Кадырова. Конечно, я постоянно. Сан. Происхождение из одного тейпа с Кадыровым дает этим людям какое-то преимущество, или они, так же, как и другие, могут попасть под репрессии? Конечно, могут и попадают. Не дает это никакого. Если он из его тейпа, и при этом его единомышленник, то да, конечно, у него, у Кадырова будет к нему более такое лояльное отношение, так скажем. Но если это не его единомышленник, а более того, если он еще его противник, то примеров, когда он жестко обращался, расправлялся со своими противниками из числа своего же тейпа, это немало. Те же Ямадаевы были из тейпа Бену, и они тоже были из его тейпа. Так что нет, конечно. Я говорю вам, не ищите, забудьте эту тему. У чеченцев уже все давно нет вот этой вот клановости, тейпового какого-то, тейповой дискриминации, какого-то единомышления из-за того, что ты представитель одного тейпа. Нет этого уже давно. Но все, мы уже переросли этот этап. Скажи пару слов про Салмана Тепсуркаева и решение СПЧ. Да, я СПЧ вынес решение, признав ответственность России за все, что происходило с Салманом Тепсуркаевым, и назначила компенсацию в размере 20 с чем-то тысяч евро. Но, как вы знаете, Салман Тепсуркаев сейчас пропал без вести. Мы не знаем ничего о его судьбе, поэтому получить это вознаграждение, очевидно, он не сможет. Да и вообще непонятно, жив ли он в самом деле. Поэтому, в общем, не знаю пока, что даст это решение. Что вы читали про Яджудж и Маджудж? Как вы думаете, кто эти народы? Конечно, я читал про Яджудж и Маджудж. Это в библейской версии народы Гога и Магога. А кто эти народы? Ну, это вот такой народ. Если ты имеешь в виду, что из сегодня существующих кто-то является этими народами, то нет. Нет, это убеждение противоречит исламу. Есть такой народ, который в определенный час, их час, час икс, они появятся. В том числе, ответь, пожалуйста, если я мусульманин, следующий по мазхабу Абу Аниф, это смелость над ним Аллах, я являюсь салафитом или как? Что это значит? Просто мои родные неправильно понимают. Ну, конечно, ведь это правовые школы. Школы ханафитов, шафиитов, ханбалитов, маликитов. Это правовые школы, они не имеют отношения к вероубеждению. Ты можешь быть в вероубеждении, допустим, ашаритом, но при этом быть ханафитом в правовом плане или быть шафиитом. Но ты также можешь быть салафитом в убеждениях, но быть при этом там маликитом или ханбалитом, или шафиитом, ханафитом. Но другое дело, если мы говорим о людях, которые злоупотребляют этими мазхабами, чрезмерствуя, да, то есть даже там, где явно понятно, что в этом мазхабе есть ошибка, она противоречит достоверным хадисам. Если ты все равно отдаешь предпочтение, то это, конечно, заблуждение. Здесь неправильно будет называть, говорить вообще про салафизм и так далее. Здесь, скорее всего, это какое-то отклонение. Но так это не имеет, конечно, отношения к вероубеждению. Там все вопрос, это очень большое разногласие. Ответь, пожалуйста, где Аллах вознесся над троном и на небе, или же Аллаху нельзя приписывать определенное место? Аллаху нельзя приписывать определенное место, но Аллах, Он вознесся над троном, и Он над семью небесами. Но это не является местом. Все очень просто, друзья. То, что нам Аллах сообщил в Буране, мы это принимаем, и не задаем вопросы, как, где, почему. Аллах сообщил, Он говорит, я вознесся над троном. Милостивый вознесся над троном. Все, вопросы закрыты. Тот, кто это отрицает, тот пал в явное заблуждение. Согласен ли ты с критикой Хабиба против российского СМИ о предвзятом отношении к дагестанцам? А я не слышал его критику, но если высказано мнение такое, то я согласен. Я ведь часто вижу, как мы все с вами часто видим, как дагестанцы, которые стабильно привозят золотые медали из этих, из любых олимпиад. Вообще не было, по-моему, еще ни разу такой олимпиады, откуда дагестанцы не привезли бы золотые медали. Стабильно они привозят. И когда они привозят эти золотые медали, их там называют россиянами. Россиянин завоевал золотую медаль, россиянин и так далее. Когда же они, какой-нибудь представитель из Дагестана, совершает что-то плохое, то никто не говорит, что вот россиянин в метро избил другого россиянина. Нет, там все, дагестанцы, представители Дагестана, представители Кавказа. Конечно, это неправильно. Но это забавно. А ты считаешь, что норм толпой на одного вообще, Максим Луканин, не считаю я это нормой. Но я считаю неправильно в одном случае называть их россиянами, а в другом случае называть их дагестанцами. Это неправильно. Мне кажется, если они там россияне, пусть они и здесь будут россиянами. А если они здесь дагестанцы, то пусть они и там будут дагестанцами. Было бы справедливо. Здравствуйте, Томсо. Скажите, что вы добиваетесь, говоря, что все очень плохо в России и непосредственно в Республике Чечня? Если вы мужчина, прошу честный ответ. Юрий Северяк, в каком смысле чего я добиваюсь? Если вы говорите о каких-то стратегических целях, то я добиваюсь свободы и независимости для своего государства, своего народа. Если же вы говорите о каких-то там конкретных моих высказываниях, то там, возможно, есть более какие-то тактические цели, которые я пытаюсь достичь. Надо, наверное, говорить конкретно о каких-то моих высказываниях. Мэг, ты, наверное, видел кучу видео, где Кадыров старше в 90-е, можно сказать, обличает сегодняшнего Кадырова. Конечно, я постоянно смотрю на досуги эти ролики, просто чтобы поднять настроение. Барка лохов и кумрать. Томсо, ты слышал про запрещенное письмо Басаева в адрес Путина, где ему все по полочкам разложили? Да, я его читал, оно есть в открытых источниках. Кстати, это письмо в России признано экстремистским материалом. За распространение или за публикацию этого письма вас привлекут. Но его можно найти на сторонних ресурсах. Да, конечно, я читал его. Субтитры создавал DimaTorzok